Многие столетия назад произошло великое событие, сопряжение сфер, по время которого границы нескольких миров истончились так, что путешествовать по ним можно было без особых препятствий. Мир Неверленда населили жуткие твари, а ранее не владевшие магией люди приобрели столь сильное умение. Главными охотниками на твари стали профессиональные наемные убийцы монстров, ведьмаки, и дабы усилить свои воинские способности, они в том числе овладели простейшими элементами магии и обозначающими их знаками. В рамках игровой серии их всего 5, Аарт, Акси, Игни, Квен и Ирден. И, как вы уже догадались, сегодня мы рассмотрим магический билд с максимизацией силы знаков, как его строить, каким правилам придерживаться, чем усилить и как заставить все это работать вместе. Субтитры делал DimaTorzok Я подумал, что это очень долго. До тусента-то я в итоге дошел, но чтобы собрать все чертежи для доспехов и получить необходимый уровень, нужно было еще месяца 2 играть. А ведь способности от сетов можно получить с помощью простейшего мода, установив который я не только получил сетовые плюшки, но и потерял штаны. Они, конечно, вновь приобрели статус гроссмейстерских, что замечательно. Но и заодно стали соответствовать легендарным, по необходимому, 97 уровню для их ношения. Но не будем о грустном и вернемся на пару часов назад. Моему счастью не было предела, ведь я нашел Люсика и у меня активировался квест на поездку в Тусент, наконец. Основной целью в Тусенте были для меня гроссмейстерские доспехи и убежище бандитов с огромным количеством восстанавливающихся врагов, на которых можно не только протестировать билд, но и немного заработать. Я не собирался даже начинать основной квест, а значит нет доступа к корову Бьянка и к сундуку, потому в мага я решил переодеться заранее. На тот момент я уже достиг необходимого уровня, чтобы носить собственные вещи, и сделал из себя замораживающего аарт мага. В приподнятом настроении со странствующими рыцарями я отправился в Тусент навстречу приключениям. И приключения встретили меня сию же минуту, а плюхой жерновами по черепу. Прямо сейчас вы можете наблюдать, насколько эффективным оказался замораживающий аарт, и у меня даже комментариев нет. И тогда все мои планы перешли на огненную сторону знака Игни. Причем не на бесполезный дамаг от самого знака, а на критический эффект поджигания, который к несчастью сбивался любым ударом моих бравых, бестолковых, бесполезных бронированных рыцарей, которые никак не могли нормально умереть и позволить поджечь эту тварь. В итоге это стало делом чести. Я таки смог его пару раз поджечь, но результат оставляет желать лучшего. По бою с квестовым сюжетным уникальным монстром судить магический билд не стоит, но мы уже многое увидели о нем и его эффективности. К слову, навык смертельный удар на квестовых боссов с полоской не работает. Я минут 20 танцевал вокруг него и все зря. Хотя вихревой билд на атаку справился проще простого. Немного освежимся в местной водичке после славной победы и вернемся в настоящее. Где Геральт все еще без штанов. И чтобы не ходить голым, я решил быстренько собрать первый набор грифона. По статам он лучше, по уровню подходит и благодаря моду дает сетовые бонусы. Пока собирал, решил потестить некоторые особенности магического билда. Начал с Игни. Идея такая. Игни, по сути, единственный атакующий скил, носящий относительно неплохой прямой урон. И нереальный урон от критического эффекта поджигания. Чем выше сила знаков и сила Игни, тем выше прямой урон. Но влияет ли сила знаков на само поджигание, я не знал. Потому и решил проверить. Для этого выбрал кучку гарпий. Сначала уничтожал их в полной запаковке на силу магии. Потом в мутациях поменял силу на крит. И закончил все это дело абсолютно голым, с единственным навыком на шанс поджигания. В результате урон от критического поджигания практически идентичен. Значит, не важна ни сила знаков, ни сила Игни, ни мутация. А главное это просто поджечь противника и все. Я заметил, что при мутации на критическую магию урон от поджигания вроде бы как казался выше. Возможно это связано с тем, что крит срабатывает и на критические эффекты вроде поджигания. Кстати, все тесты провожу реально без штанов, так как сет я только собираю. Это к слову зачем я стремился в тусент, ведь мобы моего уровня или чуть выше слишком легкие. Самое забавное во время поиска в броне было наткнуться на призраков. Они не поджигаются, им плевать на заморозку ардом и у них врожденный пофигизм к магии. А пройти через них мне в любом случае надо. Пришлось применить всю свою магическую мощь, чтобы их победить. Именно в этот момент я примерно определился с основами эффективного применения своего магического билда. Последнее, что я хотел протестировать, это замораживающий ард. На тех же гарпях, на которых мы пробовали Игни. И он не впечатлил. Ард, конечно, классный знак, он умеет наносить урон, отбрасывать врагов, ошеломлять, лишать энергии, опрокидывать. А благодаря мутации еще и замедлять, замораживать и убивать с одного удара. Нереальное количество критических эффектов, но по сути нас интересует в рамках чисто магического билда только мгновенное убийство. А он не работает. В любом случае хватит играться без штанов, пришло время посмотреть на нормального мага во всем его великолепии и главное со штанами. Не так уж плохо выглядит. Начальный легендарный сет не уступает в параметрах гроссмейстерскому и даже в чем-то лучше, особенно в атаке на мечах. И я наконец готов рассказать вам, что такое ведьмак, заточенный на силу знаков и тактику боя с ним. Хочу сразу ответить, что универсального мага, умеющего все, мы сделать не можем. Я пытался. Во-первых, не хватает ячеек. Во-вторых, одни магические знаки отменяют эффекты других. Например, ард тушит подожженных врагов, а игни в принципе на замороженную труппу от арда применять глупо по естественным причинам. Потому, для начала определитесь, основа вашего билда это знак игни или аар? А пока вы думаете, нам необходимо взять дополнительные скиллы. Во-первых, это умение школы грифона и желтых. Во-вторых, навык из алхимии на усиление активных мутагенов. Чтобы дойти до него, нужно потратить много очков, но он того стоит. Если в итоге очков на магические навыки вам хватать не будет, то можете походу взять навыки на интоксикацию, то как есть несколько отваров, которые помогут вам в вашей битве. Особенно рекомендую навык на увеличение уровня интоксикации. Дальнейшее развитие зависит только от вашего выбора и количества ваших ячеек. Я могу позволить себе полностью линейку у арда или игни, плюс квен, плюс ирден. Если у вас не так много навыков или ячеек, то, во-первых, можно отказаться от вторых форм навыков, ирдена, игни или квена. У арда второй формы как таковой нет, потому ее лучше не исключать. Во-вторых, если у вас не хватает навыков, можно не брать атакующие формы, например, откат урона у квена или нанесение урона у арда или ирдена. На самом деле, имея огромную силу знаков, можно отказаться от стопроцентного шанса горения игни, так как он и так имеет около 100% в зависимости от ваших показателей силы знаков. Если вы убрали все, о чем я говорил, а у вас все еще не хватает ячеек, то отказывайтесь от силы знаков. Но это уже в крайнем случае. Итак, у вас три рабочих знака. Квен, ирден и игни или арт. Квен это ваша защита. Используйте ее по необходимости, чтобы не умереть. Чем выше сила знаков и сила квена, тем больше он может поглотить или отклонить урона и восстановить вам хп. Может быть, я попробую построить на нем магически защитный билд и реинкарнировать зеркального воина, но точно не в рамках этого видео. Ирден, ваш помощник, который замедляет врагов. Для меня он в основном важен в рамках сетового бонуса к силе знаков, потому я кастую два знака себе под ноги и не двигаюсь. Вторая форма удобна для защиты от стрел и недолгого сдерживания подошедших близко противников. Большие надежды я возлагал на замедляющий эффект, но выше 42% я его поднять не смог, хотя в комментариях рассказывали о практически замирающих врагах. С этим можно еще попробовать поиграться, например, использовать не только Ирден, но и замедляющий эффект Морозного Аарда, чтобы противники реально стояли как вкопанные. Но это в рамках отдельного билда на Ирден. Нашим основным атакующим навыком может быть Морозный Аард. К сожалению, бандитов в Тусенте он не смог убить критическим эффектом. Уж больно они жирные по уровню. Хотя с утопцами и с каменных сердец неизвестного уровня он справился. Кроме того, никто не отменял его опрокидывающий эффект, когда можно просто подойти и проткнуть мечом валяющегося супостата. Я не смог оценить и нормально протестить этот скилл, потому о нем будет отдельное видео. Но мне кажется, что ни сила знаков, ни сила самого Аарда сильно на шанс срабатывания смертельного крита не влияют. И наконец то, что меня больше всего впечатлило. Это знак Игни и его критический эффект поджигания. Вы только посмотрите на эти кадры. Но помните тест горения на гарпиях и одинаковый урон вне зависимости от шмота и навыков? Так вот, на грифоне это не подтвердилось. Видимо работает некий эффект накопления. И если у гарпий хп мало и эффект сразу идет на полной мощности, то грифон просто пожирнее. Бандиты эту догадку в целом подтвердили. Но я без ума от Игни. Я очень хочу его еще потестировать и поиграться с ним и другими врагами. Как это все теперь применять? Квен используем перед началом боя для защиты. Ирден в самом начале боя перед противником для его замедления и повышения себе силы знаков. И далее расстрел по откату из всех орудий Аарда или Игни, периодически восстанавливая Квен или Ирден по необходимости. Как это все теперь еще усилить? Во-первых, знаки силы. Они не только дают очку умения при первом использовании, но и усиливают определенные знаки. Во-вторых, отвары Туманник и Василиск. Оба увеличивают силу знаков, но при определенных условиях, так что будьте внимательны. Советую также отвар из Экимы, так как подожженные враги моментально возвращают хп. Также Древнего Лешего на увеличение энергии или Эхидны на восстановление хп от потраченной энергии. Из эликсиров это, в любом случае, Петри для увеличения урона от знаков и Неясыть для ускорения регенерации энергии. В полной экипировке у нас мощь знаков более пяти сотен процентов. Это безумно круто и у меня нет ни одной идеи, как этот показатель усилить еще. Кроме, разумеется, легендарных гроссмейстерских доспехов и клинков. Но, у Билдана чистого мага есть две особенности. Во-первых, это зависимость от энергии. Если энергии нет, то и магии нет. И иногда, с непривычки, это приводит к смертельным последствиям. Во-вторых, это невосприимчивые критическим эффектам монстры. Например, чисто магические големы или проклятые призраки. Против них приходится напрягаться и доставать меч, причем даже против одноуровневых со мной врагов. А на этом, пожалуй, хватит на сегодня по самому магическому из магических билдов. Видео заслужил лайк, а я подписки на канал. Видео получилось довольно долгим, но зато мы охватили очень много всего. В следующем билде на мага очень хочу поиграться с Аксием. Как в совокупности с магической силой знаков, так и с применением навыков из фиктования. Мне кажется, этот знак очень интересный и потенциально сильный. Расскажите в комментариях, каким магическим билдом пользуетесь вы, и есть ли какие-нибудь связанные с магией фишки, о которых я не знаю. С удовольствием включу их в новые ролики по магическим билдам. А мы увидимся в следующем видео, и всем на этом... Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok